Больше двух лет в одной из тамбовских новостроек не работал лифт, а территория вокруг не была благоустроена. Все это недоработки застройщика, который сегодня на грани банкротства, он заморозил работы и оставил жителей наедине с проблемами. Теперь по решению губернатора разбираться в сложной ситуации приходится уже другой компании. Как исполняются поручения, увидела Юлия Савушкина. Шаг за шагом. Начиная с 2015 года на Агапкино-12 росло недовольство жителей и копились проблемы. Центр «Жилстрой» сдал дом с рядом недочетов. Застройщик не смог полностью рассчитаться с компанией, которая занималась установкой лифтов, и оборудование отключили. Его двери распахнулись перед жильцами лишь спустя два с половиной года после вмешательства губернатора Александра Никитина. Мы поднимались без лифта до своей квартиры. Было очень тяжело, потому что она была поменьше, приходилось ее все-таки на руках таскать. И самокат, какие-то коляски мы оставляли под лестницей. К сожалению, у нас украли самокат. Недоделками, которые остались в доме и рядом с ним после нерадивого застройщика, теперь занимается агентство по ипотечному жилищному кредитованию, взявшись за соседнюю многоэтажку, которую та же небезызвестная компания вовсе не достроила, специалисты обратили внимание и на 12-й дом. Здесь устранили замечания лифтовиков и запустили подъемные механизмы, а также сделали отмостки. «Без этого было невозможно. Это уже наболевшая проблема всех жителей этого дома. Но сейчас все это устранено». Теперь решается вопрос по дальнейшему благоустройству. Территорию со стороны улицы Агапкина, как планируется, заасфальтируют. Это станет возможным благодаря программе строительства автомобильных дорог. Порядок наведут и во дворе. Здесь уже расчищают площадки под парковку, мусорные контейнеры и зону отдыха. «Сегодня, завтра заканчиваются работы по асфальтированию и абордюриванию автостоянки. Контейнеры на площадке тоже определены. Ну а дальше управляющая компания в рамках своих полномочий будет дорабатывать двор до конца». Затем, как продвигаются работы по благоустройству, следят в администрации региона. Под личным контролем ситуацию держит губернатор Александр Никитин. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.